Сегодня мы поговорим о как можно использовать теннисные мячи в тренировках. Есть очень много там всяких упражнений, когда мы бьем там мячом, но я покажу сегодня другие упражнения. Они будут все парные, все будут на перемещении и мы будем делать на некоторых упражнениях акцент именно на взрыв, на быстроту движения, на быстроту реакции. Вот одно из упражнений, когда мы будем использовать стены, когда на перемещение такое стандартное упражнение выбор занес. То есть я бросаю мяч, партнер должен поймать, я смещаюсь, он подходит к стене, да, и вот мы прыгаем, да, постоянно, перемещение, да, он уходит, я ухожу. Боем как правый, как и левый рукой, то есть мы постоянно должны крутиться, постоянно должны крутиться. Я бывает говорю, сколько раз потеряли мяч, сколько отжиманий, допустим, одно, одно потеря мяча, это будет там пять отжиманий. Соответственно, за три минуты можем усложняться, работаю своему сопернику, если мы много отжимаемся, сильно бить. Второе упражнение, когда партнер находится лицом к стене. То есть я бросаю луну и потом я ухожу на его место, то есть он должен постоянно, да, я должен постоянно, да, здесь реагирую, да, здесь на полет мяча. Так, чуть не раз не поймали, не нервничаем, не нервничаем. Да-да, смещаемся, да, сразу, да. И вот таким образом двигаемся. Следующее упражнение, мы становимся друг на друг друга. Надо даже схемат вот этот. Смотрите, мы двигаемся, боковой раскаточкой. То есть задача парниру ударить плечом об стену, а пол по мячу отлетает. Но, моя задача я ловлю правой рукой, касаясь левой рукой, делаю как будто от скоб в сторону. Парнир делает все то же самое. Мяч не передаем из руки в руку. Здесь именно важно работать с левой, правой рукой, левой, правой, чтобы развивалась с левой, правой, повышая координацию. Оп, коснулся. Мы сами раскачиваемся. Перехватил. И так работаем. Работа на ногах, она вроде может показаться несложной, но, в принципе, когда если мы работаем так еще на 3 минут, мы можем сами себе создавать нагрузку. Двигаться быстрее. Двигаться резче, да. А сколько резче делать? Это все уже сами, да, работаем по себе. Следующее упражнение. Мы становимся упор лежа, друг напротив друга. Та же самая. То есть мы мяч бросаем, да, да, да. И сразу ловим. Справа левую руку. Можно несколько раз с левой рукой. Ничего страшного. Следующее упражнение будет парное на перемещение, именно на взрыв. Сейчас мы сейчас сделаем упражнение. Мы с Алисеем стартуем с этих двух линий. Пока Маги плопок, у вас третий счет не пришел, да. Надо задача добежать, кто быстрее будет добежит до мяча. Я покажу с разных упражнений. Вы можете дальше сами творчески подойти к этому упражнению. Это интересно будет и для детей, и для взрослых. Для взрослых тоже интересно. Потому что это все-таки момент взрыва, опережения и соревнований небольшое. Мячик здесь на месте лежит. Задача. Начинаем с бежимистов. По команде, кто быстрее добежит до мяча. Оп! Соответственно, не стоит задача, да, друг друга толкать, да, чтобы не травмируется. Второе положение. Легкость на животе. Руки прогнулись, да, прогнулись спине. Алисей командует. Оп! Все, добежали. Задача у нас взять мяч, мы показываем. Среднее положение. Лежим на спине. Был на животе, спер на спине. Руки за головой, я командую. Оп! Все, взяли. И последнее положение покажу. Сидя. Руки вперед вызвать. Алексей командует. Оп! Все, такие упражнения, они помогут развить взрывные качества, плюс хорошо размяться и физически поработать. Особенно если сделать несколько коридоров, я бывает детей так сажаю по ширине зала, да, бегать. Или они бегают просто толпой. Один убежали, потом вторые убегали. И друг за другом бегают эстафеты. Но сейчас покажу еще несколько упражнений, которые тоже на взрыв, на реакцию и плюс хорошо на вынослись. Кстати, мы сейчас покажем рядом, вблизи, с камерой, да, в принципе мы должны сделать все это по длине зала или по ширине. Я в положении, начинаю просто в положении стойки, допустим, лежа. Парнер бросает, давай так вот, да. Бросает, катит мяч, а не между ног. Моя задача взорваться туда, догнать мяч, чтобы он, допустим, не докатился до спины, до стены. Ну, не знаешь, надо туда бросать. Он может сделать сразу скорость, давай. То есть, моя задача у нас срыв, да, то есть не важно, как далеко мяч улетит вор, далеко, может недалеко. Важно первоначальный старт. Следующее положение, с положения сидя, да, что вдвойне усложняет задача, потому что здесь надо взорваться, да, встать. То есть полностью собраться, да, то есть провести какой-то некий взрыв, да, чтобы было... То есть всегда мы, как я говорю, мы работаем сами над собой. То есть понятно, я могу разлениться, да, на фоне усталости уже кое-как взорваться. Но для этого есть тренировка, да. Потому что в бою нам надо всегда взорваться, даже не важно, устал или не устал, я должен реагировать. Последний раз. И взорвался, да, бежал. Назад всегда бегом. Мы показываем. Последнее, еще третье положение. С положения медвежья походка, да. Я смотрю вперед, мне вот так жду мяч. Пальню катит мячик. Но я бегу медвежья походка, догоняю мяч. Это еще раз интереснее для детей, для взрослых. Если далеко, стенок бросит. Я должен бежать, 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 пока не догоняю. Хоть до стены. И последняя половина с упора лежа, где надо максимальный взрыв сделать. Всегда прогнусь в спине, чтобы у меня был взрыв. Эти пять упражнений помогут. Вы можете сами уже добавить упражнения, как хотите, сидя, стоя, лежа на спине, на боку, стоя на руках, на голове. Все, пожалуйста, тренируемся. Вот вам таких комплексов упражнений. Варианты упражнений с мячом. Можете разбить его для разминки. Одна тренерка побегали, другой тренерка посидели, бросали. Все, тренируемся. Подписывайся на мой инстаграм. Тоже там постоянно показываю разные упражнения. На инстаграм Алексея Мартынова. Лакост он там ничего не показывает. Только фотографии красивые на фоне Невы. И приходим тренироваться. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok